Привет всем! Купил АГМ аккумулятор, вот хочу показать и сделать небольшой обзорчик на него. Вот он, X-Sight AGM 70 Ач. Вот такой красавчик, буду ставить под капот. Сейчас все подробно про него расскажу. Плюсовая клеммочка у него есть, такая минусовая. Очень ручки удобные, носить его. Да ладно, я прикалываюсь. Короче, при покупке, что я посмотрел, просто когда он выпущен, вот эта маркировка даты, это 2018 год, а C это май-июнь, то есть он вот только-только-только выпущен. Но это опять же, если верить наклейкам, потому что это наклейки все на корпусе. Здесь есть вот маркировка на самом пластике, вот она, ну я хуй на что она значит, я как бы особо не разбирался, так что ну, с виду новый, нормально выглядит. Значит, задняя стенка вот так вот выглядит. Тут посередине, вот где желтая корзина была, приклеена книжка. Еще не читал, что там написано, почитаю, посмотрю, о чем там речь. Поставил я аккумулятор, все подошло. Я боялся, что минусовые провода не дотянутся, потому что вот этот AGM X-Sight, он полтора сантиметра больше штатного размера по высоте. Вот здесь на AGM вот эти вот пороги, они стандартного штатного размера, и они входят нормально в пазик площадки аккумулятора. И поэтому аккумулятор на сантиметр ближе получился, встал как родной, как штатный стоял. Тот, который я вот перед X-Sight'ом снял, он был, это производство MOL было, у него этот порог был высокий, и он стоял чуть подальше. И за счет этого, что аккумулятор стал ближе, то есть это скомпенсировало высоту в полтора сантиметра. И провода оделись без проблем, я боялся, что они дотянутся. Штатный минусовой провод, который идет с клеммой минусовой аккумулятора тут же на лонжерон, то есть на кузов автомобиля, вот он короткий, и из-за него провод с трудом дотягивается. Так что, в принципе, все налезло, и у кого такая же машина, можете не переживать, ставьте аккумулятор, который по высоте 190 мм вместо 175 мм, и он нормально встает, без проблем. Вообще, в Астрии под капотом очень тесно все расположено, скомпоновано, очень мало места, и особо не разгуляешься. Капот закрылся, все нормально, все меня устроило, все отлично. Завел машину, завелась все нормально, так, включаем магнитолу, вольтаж 14,3, 14,4 вольта. Ну, вроде так же было и с кислотой, так, это первый запуск АГМа. Ну, в общем, дальше покататься, посмотреть, генератор подзарядит его чуть, и что изменится, что будет дальше, будет видно. Ну, в общем, прошла неделя, как поставил я аккумулятор, и что-то как-то я не пойму, что за фигня, почему так. Значит, на кислоте, когда машина прогретая стояла на холостом ходу, он показывал что-то 14,2, 14,3 вольта. Но ниже 14 точно не опускалось. То есть на АГМе, на холостом ходу, на прогретый показывает 13,8, бывает 13,7, когда еду, когда обороты там 2-3 тысячи, 14, 14,1 показывает. То есть поставил АГМ, а напряжение меньше. На кислоте было больше. Я вот, что-то пока я не разобрался с этим, я не знаю, из-за чего так. Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, из-за чего это может быть. Может, что-то с АГМ не то, или это не АГМ, или хрен его знает. Батарейка X-Sight 70 АЧ. Еще сейчас попозже покажу. Сегодня заметил перед замером, что что-то, походу, у него бока вздулись. Вот это я что-то вообще не понимаю. Что, как, почему, из-за чего они вздуваются. Ну, из-за высокой температуры, я так понимаю, инструкцию почитал. Там написано, что возможно даже до 80 градусов, но не более 3-х часов. А как бы стандартное, до 60 градусов нагрев рассчитывал. Купил АГМ, чтобы просад был меньше, напряжение выше. А что-то как-то наоборот у тебя получается. Вот это что-то мне непонятно. Значит, ездил еще раз на замер. По настройкам старался выставлять все те же, что и в предыдущем замере. Кто не смотрел, ссылку оставлю, посмотрите. Изменения только какие? То, что поставил АГМ, которая оказалась хуже, чем кислота. Ну, на данный момент по факту. Может, я что-то не понимаю, конечно. Вытащил я из порта детали, которые образовывали экспопорт. То есть, сечение порта увеличилось, отдача должна быть выше, и настройка повысилась, соответственно, при той же длине и объеме. Замерялся там же я, на Дмитровке, у Васи. Ссылку тоже оставлю в описании. Тут тоже двояко. Результат вроде как и вырос, и в то же время понизился. Как хотите, так и понимайте. Сейчас дальше в видео это будет. То есть, на прогонке, на частотах при громкости 35, результат на 3 дБ выше. Но когда на максимум, он получился ниже. Вот так вот. И тоже как-то я удивился, но я детали вытащил, но настройка там на герц максимум должна была вырасти. А что-то на диффузоре померили кусочками оплетки кабеля. И получилось, что настройка вроде как 38. В итоге тогда максимальный результат был на 34 Гц, а сейчас максимальный на 40. В общем, не знаю, что делать. Точнее, сейчас буду вытаскивать этот короб, чтобы ставить 8 на хуй. И, ну, конечно, нужно как-то усиливать питание. Сейчас буду кидать провода с генератора, багажники еще усиливать и так далее. Вот, я не знаю, хотел еще покупать батарею, чтобы поставить вместо запаски. Теперь я не знаю, что с этим АГМ делать. Почему такое напряжение? Без понятия. Так что сейчас видно будет дальше. Ну, вообще, я не знаю, как вы сидите при замерах 150. Я уже молчу вообще про 160 дБ. Блин, я больше не могу сидеть в машине, потому что это пипец. Может быть, да, усилок дает очень жесткий сигнал. Может, как-то он с сабами не состыковывается. Или еще типа того. Но вот 140 плюс, да, дальше посмотрите, сколько там было. И в машине вообще невыносимо находиться. Была открытая дверь левая. То есть, а датчик справа в углу на стекле, может быть, просто как бы я типа в порту сидел, и там надо было рядом с ухом датчик подержать, посмотреть, сколько вообще децибел рядом с ушами. Но сидеть невыносимо. Я, блин, боюсь, больше не выдержу этих замеров. Нужно распаивать панельку, чтобы снаружи машины это все замерять. Так что с самого утра всаженный хожу после этих замеров. Башка вообще деревянная. Кстати, Васька еще занимается реконами сабов. Так что любители пожечь катушки, пожалуйста, welcome, обращайтесь к нему. Ссылки будут в описании. Так вот. Вот по клею видно, блин, сука, клей остался. Вот здесь вот были прикреплены детали в форме экспо-форта. Вот даже видно. И туда вниз уходили. Вот я их все отодрал. Соответственно, площадь порта увеличилась. Настройка увеличилась. Ну и отдача, по идее, должна быть выше. Так, значит, то, что вспучилось тут, блин, ничего не видно. Сейчас попробую поймать фокус. Не знаю. Не знаю. А, ну вот. Чуть-чуть видно, вот эта стенка, она полукруглая. И с обратной стороны тоже самое. Слушай, я не знаю, было так, когда, ну, ну, в смысле, он новый ему недельно, когда до того, как я поставил, не было. На камеру, на камеру ловится. Короче, вот эта вот стенка, она вспучена. И с обратной стороны тоже самое. Вот на заглушенной машине 12,8. Но вот так вот аккумулятор, кстати, держит. То есть, вот он новый, у него 12,8. То есть, вот музыку можно спокойно слушать на заведенной. Он медленно очень спадает 12,7, потом 12,6. И ниже я не видел, чтобы опускался. Но почему такая фигня происходит, когда вот в движении, когда генератором подпитывается? Почему он меньше показывает на 0,5 вольта, чем кислота? Вон, 13,9, блин, показывает. А в тот раз 14,3 было. С открытой двери, да? Да, ну, как в тот раз. Вам тут можно поставить как-то третий, да? Че поставить? С открытой двери, по-моему. Там в настройках, что ли, че-то? Ну, вон, какая-то дверь, он выглядит. А он как-то меняет, что ли? Он поменяет. Ну, че, скажешь тогда? Давай, запускай. Ну, сейчас пока так, посмотреть, че там это. Пик-холд не поставил. Ну, 130 и че-то там и 6 было, да? Не поставил. Да. Но результат не остался. Ну, смотри, то ли я, че, по-другому накрутил. В тот раз 127 было, когда я вот так прогонял. А сейчас 130. А порт у тебя тот же или нет? Я, порт другой. А порт другой сделал? Ну, я вытащил детали из порта. У меня экспо-порт был приклеенный. Че, давай дальше. Сейчас 37, потом 40 посмотрим, че там это. Че-то больше, больше, блядь, все. 40, если, об нуля. Так, че. Мало, блядь. В тот раз 143, а1 было. Че, с паузой, что ли, сделать? Блядь. Че-то меньше, блядь. Ну, надо. Ах, хуй знает, блядь. Ну, че-то в машине как-то это. Не очень весело. Я не знаю, че плюнуть так оставить, что ли, ничего. Ну, а куда больше, я фиг знаю. Ты че-нибудь спалим, нахер. А ты проверял сам корот, на сколько он там стоил? Ну, вот, было 34, 35, сейчас, ну, 35, наверное, где-то. 36, может быть. Давай 34. Давай. Вообще меньше. Ну, видишь, че-то вот, блин, я даже не знаю. Че-то с аккумулятора или че. Ну, 36 ставил. 142,4. На 40 можно. Давай на 40 и... Все, наверное. Блядь, че, не туда нажал. Вот, выше. Ну, я уже, мне плохо, блядь. Еще же нужно и просад посмотреть, я это... В этот момент ничего делать не могу. Сейчас, сядешь? Да, сейчас. Давай. До 12,2, господи. Там 12,3, кстати, было. Забери ключ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok